Ответ священника Спасибо большое, что вы сегодня с нами Ну и конечно сегодня с нами Свердопереводчик Нелли Пряничникова Я напомню, что меня зовут Алена Кулешова Мы работаем в прямом эфире Отвечаем на ваши вопросы Вы можете дозвониться к нам в эфир По телефону, который видите на своих экранах Или же написать свой вопрос Также сегодня в конце эфира Подведем итоги нашего недельного конкурса Который был объявлен Буквально в понедельник На лучший вопрос Лучший вопрос озвучим Его выбрал наш генеральный продюсер Борис Вячеславович Корчевников И тому, кто победит Отправим вот такой большой праздничный календарь С подписью отца Артемия И конечно же Бориса Корчевникова Друзья, давайте пока начинать Ждем ваших звонков, напомню Батюшка, добрый вечер Мне 13 лет Моя мама не разрешает мне поститься в большие посты По средам и пятницам разрешает Только не есть мясное Мы все выцерковленные Она сама постится полностью Говорит, что для подростка это вредно А я хочу поститься Нужно ли пытаться убедить мою маму Что мне это действительно необходимо Екатерина спрашивает Катенька Катенька Екатерина Она всегда чистая по-гречески Похвально ее стремление равняться на благочестивых родителей Слава Богу, что Екатерине не угрожает анорексия Есть такое заболевание, больше психическое, чем физиологическое У некоторых девчонок Которые почему-то считают Что у них комплекция не соответствует времени И облегляют пищу своим врагом Называется дисморфофобия Доходя до просто выноса собственного мозга И дисфункции, которые грозят сокрушить организм Что касается доброго желания Екатерины Ну, наверное, никто не заставляет ее объедаться Правда? И покуда она находится под материнским крылышком Если не удается дипломатическим путем Маму убедить в том, что лобио Или какой-то котлетки морковные с соусом Постным Будут подкреплять юный организм Не переживать, не паниковать В конце концов И до революции в учебных заведениях В институте благородных девиц Идея о посте всегда проводилась Но в определенной мере Будем помнить все-таки, что самое главное Это строй твоей души Это устремленность твоего сердца к Создателю Это внутреннее обращение к Богу И, соответственно, дух мира, тишины, кротости, целомудрия, радости В этом каждый из нас может преуспевать Даже если он не властен Готовит себе пищу Поэтому пожелаем нашей Екатерине Ясности, ума и мирного сердца Маму награждать теплой улыбкой А улыбка раскрывает все двери Мамочка, солнышко мое Я проснулась сегодня с заветной мечтой Если можно, то я хотел бы вместе с тобой Поесть риса с морковкой И мне будет так хорошо Не нарушать сегодня строгости устава сочельника Ну, впрочем, сейчас сплошная седмица вот прошла Святки прошли В прятки мы уже поиграли Все у Катерины будет хорошо Слава Богу Батюшка, добрый вечер Скажите, пожалуйста Христос дал молитву Отче наш А зачем тогда придумали другие молитвы? Слово придумали Немножко ребячливое, детское Не соответствует предмету Потому что придумывают художественную фабулу Вот Агата Кристи придумала сюжеты для своих детективных историй «12 негритят» и прочее Молитвы не придумываются Они исходят из глубин верующего сердца И молитва всегда рождается Не без воздействия божественной благодати Вы правы, есть молитвы, принесенные как будто с неба Молитва «Отче наш» Ее изрекли уста самого царя неба и земли Молитва Богородица Дева Радуйся Составлена из ангельского приветствия И приветствия святой Елизаветы Увидевшей Пречистую Деву Марию Но поверьте, даже те молитвы, которые в молитвословии значатся как утренние и вечерние Каждая из них – это совсем не придумка Это совсем не плод словесной фантазии Но только посмотрите на тех подвижников, через которых эти молитвы вошли в обиход церкви Василий Великой, Макарий Великой, Англатаусты Это были такие духоносные мужи, в которых сам Христос жил и действовал и являл силу своего слова Так что истинная молитва, в отличие от какой-то придумки Она всегда в себе содержит соль Духа Святого И опытные люди, имеющие церковный вкус, тотчас отличают эти молитвы Насыщенные духом смирения, любви, покаяния, мудрости церковной От каких-то сектантских самодельных измышлений Вот, кстати, раз уж мы начали про молитву Добрый вечер! Никогда не понимала, почему нужно молиться многим святым, ведь заповедь «Не сождай себе идола», ведь Бог только один Тоже вопрос такой из мелководья, но мы отвечаем на все вопросы Безусловно Нарком Проса, и любой вопрос хороший, если он задается недоуменным сердцем Я бы ответил, как старый еврей, вопросом на вопрос А что общего между святыми и идолами? Вот идолы Перун, Мокша, Стребох, Прогресс, тоже такой идол, глобализация, цифровизация А вот святые Николай Чудотворец, Елена, пока я вас не трогаю Преподобный Серафим Саровский, царицу Елену вижу рядом с вами, святую царицу Елену И так, обращаясь к святым, мы обращаемся на самом деле к ним, потому что в них воскресший Христос живет и действует, им соприсутствует И поэтому, когда я обращаюсь к царице Елене или к отруку Артемию, своему покровителю, я знаю, что этот мой старший собрат, этот угодник Божий, эта святая Они уже стоят у престола Божества, я соединен с ними, со святыми, общей верой, любовью, единомыслием Мы как листики на единой веточке И я, может быть, самый маленький и незаметный листик, а вот здесь уже такой распустившийся цветок Мы все связаны круговой порукой любви Мы сохраняем единство Духа в союзе мира И поэтому нас объемлет Христос И, обращаясь к святым, я знаю, что благодать Христова, у них живущая, по закону сообщающихся сосудов, придет ко мне А при чем здесь Перун и при чем здесь всякие идолища поганые Думаю, что многим нашим телезрителям нужно поглубже копать Сейчас даже в интернете можно читать светоотеческие истолкования на ветхозаветной западе Батюшка, добрый вечер У меня муж заболел онкологией Я хочу дать обед во имя его исцеления Как это правильно сделать и как правильно молиться о его исцелении? Вообще, тема обеда у нас еще не звучала на эфире Не будем забывать, Алена, что все мы одним миром помазанные и крещенные во имя Отца и Сына и Святого Духа Уже принесли в самом таинстве крещения Крестились ли вы в детстве или во взрослом состоянии Мы принесли обеты верности и любви к Христу Мы дали обещание хранить чистую совесть И прославлять Господа и в душе, и в теле своем И дай Бог нам быть верными этим крещальным обетам Но все-таки душа хочет сделать какую-то жертву Потрудиться во имя исцеления сродников На этот вопрос я бы, конечно, посоветовал Обратиться к чудотворному Обратиться к причистой Деве Марии Посредством чтимых в Москве святынь Есть у нас Всецарица Образ Божией Матери Через который Христова благодать особенно явственно дышит В молитвах о даровании здоровья онкологическим больным Новоспавская обитель, Алексеевская обитель, чудотворные иконы Матери Божией с Афону привезенные И вы можете даже в интернете найти Акафист Божией Матери Всецарица И там найти в завершении Акафиста большую и кратенькую молитву Богородицы Так что перед сном или утром можно из глубины сердца высылать обращение к Господу и Богородице Да и мы можем кратенько сейчас прямо помолиться Ведь, вы знаете, этот недуг сегодня ходит по всей планете Господи Иисусе Христе, молитвами Богородицы Не спасли руку Твою с высоты святаго жилища Твоего Прикоснись и телеси, угаси огневец и исцели всякую язву души телец Рабов Твоих, сродников наших, болящих и страждущих В оставе их содра боления в целости и здравии Яко Ты, Иси, исцеление наше И Тебе слава высылаем с Отцем и Святым Духом во веки. Аминь Ну и дай Бог вам помощи, друзья Но мы сейчас прервемся на саменькую, такую маленькую, коротенькую паузу Сразу после вернемся, ждем ваших звонков Пусть мир прогрессирует и развивается сколько ему угодно Пусть все отрасли человеческого исследования и знания раскрываются до высшей степени Ничто не может заменить Библию Она основа всякого образования и всякого развития Только 30 ступеней, чтобы стать человеком Для того, чтобы говорить на одном языке с Богом, мы должны свое сердце очистить Лествица или Лестница Великая книга святого Иоанна Лествичника Он был игуменом монастыря на Синае Там он и оставил монахам и всему миру эту книгу 30 глав, 30 ступеней В ней все о грехе и о борьбе с ним Помни, час смертный, и вовек не согрешишь О страсти Слово страсть от слова страдания И о победе над ней Ты приобретешь великую благодать О том, как устроен человек Ты пришел с оружием и дрекольями, или ты пришел победить этот мир смирением и кротостью? И как найти Бога? Как просить так, чтобы жизнь стала восхождением к Нему по лестнице? Наша цель – это Христос Каждый день Великого Поста, ступень за ступенью, поднимаемся по лестнице в небо Изменяй себя, и вокруг тебя спасутся тысячи Это книга про изменение себя Лествица Смотрите на нашем Рутюб-канале Вера А какое счастье ходить всей семьей на службу Надежда Что Господь, вот Он, вот Он рядом Терпение Слово не значит ничего А значит только, как оно рождается Прощение Прощать мы должны в том числе и тогда, когда у нас прощения не просят Любовь А о чем еще писать-то по этому? О самом главном Авторская программа Владимира Легойды Парсуна Теперь и на страницах книги Любое творчество серьезно понятое – это собеседование с ним Откровение известных людей о Боге, о вере, о личном То, о чем они никогда раньше не говорили В новой книге телеканала «Спас» собраны избранные интервью Владимира Легойды С актерами, учеными, священниками, режиссерами и многими другими Подробную информацию о книге Парсуна ищите на нашем сайте Когда надо крестить ребенка Определенного времени для совершения таинства крещения младенцев церковными правилами не установлено Православные христиане обычно крестят своих детей в период с 8 по 40 день жизни Откладывание крещения детей после 40 дня рождения нежелательно Это свидетельствует об отсутствии веры у родителей, лишающих своего ребенка благодати церковных таинств Для того, чтобы окрестить ребенка, надо узнать расписание совершения крещения в храме и прийти к назначенному времени Принести с собой крестик, желательно на ленточке, крестительную рубашку и полотенце Для младенцев обязательно крестные, которые должны быть крещенными и верующими Евангелие говорит, что у каждого человека в мире есть ангел-хранитель Крещение дает возможность особенно глубокого и серьезного общения человека и ангела Возможность ангелу вести человека ко спасению, оберегать его и наставлять Человек становится способен к некоему духовному слышанию, духовному разговору со своим небесным покровителем Это итоговая программа «Главное» События недели, о которых говорят все и то, что увидели... Друзья, продолжаем ответ священника Напоминаю, что ждем ваших звонков, мы с удовольствием ответим Обязательно задавайте свои вопросы Но пока будем зачитывать то, что вы прислали заранее Батюшка, здравствуйте! Моя бабушка умерла в 92-м году Я легла в ее гроб, чтобы попробовать, удобно ей будет лежать или нет Хотя делать я этого не собиралась В последнее время я часто об этом думаю Мне каждый раз, мягко говоря, становится не по себе Что мне надо сделать? Меня это тяготит Наталья спрашивает Вы знаете, чем прекрасен прямой эфир телеканала «Спас»? Он прямой Вы сейчас, Алена, фактически передали нам исповедальное признание Вот человек тяготит это воспоминание Но так как оно адресовано через священника, Христу Спасителю То я вас должен успокоить Программа завершится И вы почувствуете, что в сердце легко и свободно И вас больше эти помыслы мучить не будут Все испарилось силой Божией Но я продолжу немножко эту тему И сказал бы, что христианин должен быть выше вот этих таких опасений Это людям, которые не думают о тайне воскресения Не думают о смысле бытия Тема кончины человеческой кажется столь ужасной Что они будут болезненно переживать всякое соприкосновение Даже увидеть особшего Многие наши писатели Иван Сергеевич Тургенев, Лев Николаевич Толстой Хотя только и размышляли о смысле жизни Но не будучи в полном смысле чадами матери церкви Они страшно мучились вот этой самой темой А у меня, например, был другой опыт Если я бы посоветовал съедить нашу Наташу Наталью, да Предложил бы ей съедить, если выдастся возможность Либо на святую землю И посетить место, где был положен Лазарь, друг Христа И откуда он вышел по воскрешению его Господом Я до сих пор помню, как спустился по ступенечкам в этот темный склеп Но в отличие от какого-то ужаса, каких-то негативных панических атак Там посетил и посещает всех такое умиротворение Чувствуете дыхание Духа Святого, что вы выходите оттуда обновленным А в Ларнаке, на Кипре Собственно, сохранилось мраморное вместилище, гроб В котором находился Лазарь Так русские туристы, туристы руссо-руссо Не упускают возможности всегда нырнуть туда И я там был И чуть-чуть, секунды, две-три В этом мраморном вместилище, ковчеге полежать Потому что там веет святым духом Поэтому, дорогие друзья, давайте смотреть на все явления И видеть светлую сторону медали Тем паче, что так или иначе Но все мы пройдем узкими вратами кончины Наши благочестивые предки, прабабушки и прадедушки Иногда загодя, простите, заканывали гробик И в синях его держали Мементу море Помни о кончине, и вовек не согрешишь Все советы рабочие У нас есть видео-вопрос, давайте посмотрим Здравствуйте, я хотел бы узнать Прощает ли Господь человека Если человек клялся Господу Богу Дал обещание, клятву и не сдержал его Большой ли это грех и прощается ли он Если человек держал обет перед Богом Но не выполнил свои обещания, простится ли ему Ну вот мы снова с вами приходим к тому Что исповедальные признания В глубокой древности они свершались Прид лицом священника и народа Божьего Эти исповедальные признания имели силу покаяния И пусть Бог простит и разрешит Нашего симпатичного телеприхожанина А я добавлю, наверное, к этому что еще Очень часто, Алена, в форс-мажорных обстоятельствах Христианам свойственно приносить какие-то обеты Но утверждаю, обет будет иметь силу, когда вы доверите его священнику Одна голова хорошо, две лучше И вместе с батюшкой вы силу этого обета утвердите, так сказать Вот девочка идет сдавать экзамен по истории западноевропейской философии Она от философии так же далека, как и от балета Вот она дает крещеная девочка обет Если мне поставят четыре по этому экзамену Я куплю сто томов Карла Маркса А потом оказывается, что и денег жалко И Карла Маркса больше не передают А в Букинисте он стоит дорого Обет не исполнен Ну какой священник этого Карлу Марлу утвердит в качестве обета Это знаете, как у нас во времена студенческие Я зашел в магазин гастронома Там только появились впервые новые такие наименования Плоды моря И там продавщица, не заканчившая университета Написала, что Карл Маркс в собственном соку натуральный обезглавленный Речь шла о кальмарах Алена, не смейтесь, у нас прямой эфир Я плачу Вот, так вот, поэтому все-таки обеты давайте выверять И вместе с батюшками будем утверждать силу того или иного обета Вот дам обет, что я пешком дойду до Иерусалима В случае, если я удачно женюсь И как мой прадедушка, я пойду пешком в Иерусалим Ну вопрос, кто еще тебя пропустит через границу польскую Поэтому с обетами будем аккуратны И будем помнить, что главный обет мы уже произнесли И вера, и верность Христу в таинстве крещения У нас как-то интересно подбираются вопросы Они прямо цепляются, как магнитные шарики один за другой Продолжим эту тему Здравствуйте, хочу спросить Почему после отпевания умершего выносят строго вперед ногами? И почему нельзя спать ногами к двери? Меня тоже это волнует, потому что я сплю ногами к двери Александр Сергеевич Пушкин И хоть бесчувственному телу Равно повсюду истлевать Но ближе к милому пределу Мне бы хотелось почивать Это у нас Святогорский монастырь Недалеко от Михайловского Думается, что обычаи и практику различных народов Даже христианской традиции Могут быть совершенно различны Или не сходными друг к другу Действительно, в жизни, в быту русском Считается, что если ножками несут вперед Значит, это уже в путь сия земли А если, да, если, скажем, вы поскользнули Шейка бедра, ну вам это, Лена, не грозит И на носилках в больницу вносят головой вперед Потому что все будет хорошо Операции штырь поставят И потом на худунках расходимся Таковы обычаи Но это не догматика Это не раз навсегда определенная вещь В случае какой-то ошибки Не нужно в этом видеть зловещих признаков Потому что суеверий порождается вокруг Темы отпевания и кончины множество Не буду сейчас развивать эту тему У нас все-таки такое праздничное и позитивное время Вот, поэтому Есть определенная практика Крест на могиле Ставится, как мне помнится В ногах В ногах Усопшего Почему? Ну, есть Ведь обычай еще такой, что Лицо смотрит на крест усопшего Будет всеобщее воскресение мертвых Хотят или не хотят этого Те, кто заседают сейчас в Давосе Давос и ныне там Но восстанут мертвые Уилли, ныли, хочешь, не хочешь Есть суд Он недоступен звону злато И поэтому, когда усопший телесно Будет воскрешен То его лик будет состреблен к востоку К кресту Он узрит воскресшего спасителя И вот с этим связано Обыкновение На кладбище устанавливают крест именно в ногах Друзья, вы сегодня большие молодцы Потому что у нас есть даже второй видео вопрос Давайте его тоже посмотрим Погромче только, если можно включать звук Здравствуйте 6 января у моего мужа случился инсульт в сочельник Вот буквально неделю назад На данный момент он находится в больнице В тяжелом состоянии У него произошло кровоизлияние в мозг Он мучается головными адскими болями Физическое его состояние в принципе нормальное Но вот это случившееся доставляет ему большую боль и мучение Подскажите, какую молитву можно читать дома? Спасибо большое Вот мы уже с вами произнесли некую молитву В которой помолились за всех наших болящих Но удобно молиться ведь и самой краткой молитвой Господи Иисусе Христе Молитвами Богородицы и святого исцелителя Пантелеймона Помоги рабу твоему Господи Иисусе Христе Ты врач неба и земли Исцели, укрепи То есть самое главное это обращенность к Спасителю От сердца к сердцу, от уст к устам Господи Иисусе Христе в твоих руках И жизни, смерти, и воскресения Даруй здравия рабу твоему То есть молитва, исходящая из твоего сердца Единым импульсом При минимуме слов Друзья, у нас не так много остается до конца нашего сегодняшнего эфира Поэтому давайте подводить итоги Вы все интриговали, интриговали Но я думаю, что уже пора это сделать Итак, из всех вопросов, которые вы нам прислали в течение недели Выбрали следующий И прислал его Сергей из Карелии И звучит он следующим образом Как я буду себя чувствовать в раю, если мои близкие попадут в ад? Отец Артемий, как ответить? Если вы уже себя сейчас чувствуете в преддверии рая Видимо, человек добрый, живет в Карелии Посреди нетронутой природы Пьет чистую воду без каких-то приместей Есть такое национальное корейское, карельское блюдо Каламайосы, это рыба в молоке Это только жители рая такое знают И я Так у вас еще есть время Вы уже сотканы из веры, любви, мира, радости У вас есть время Ваших сродничков Кто-то там в казино делает ставки Кто-то гоняется с чугунным утюгом За женой по коммунальной квартире Давайте-ка и возвращается ему образ человеческий и божий Давайте, дорогие друзья, будемте уже здесь и сейчас молиться о том, шире круг, чтобы все мы были связаны союзами веры, надежды и любви И Господь, пришедший в этот мир, чтобы первый круг ада сделать преддверием рая Господь, который хочет всех нас собрать, как птица собирает под крылышками своих птенцов И вернуть нам любовь и мир и разум и смысл Соберет нас и там, у своего престола Мне нравится этот вопрос, потому что он говорит о том, что у этого человека Бог в душе А ведь Бог любит каждого из нас гораздо больше, чем мы сами любим ближним Мы верим ему в души наших ближних И через нас пусть свершится это таинство спасения в их сердцах Ой, Сергей, спасибо вам огромное за вопрос Так что за это вы получаете наш замечательный календарь от телеканала «Спас» с подписями отца Артемия и Бориса Вячеславовича Корчевникова Наши редакторы с вами свяжутся Все вышли в целости и сохранности Друзья, я напомню, что если вы хотите себе такой же, это очень просто сделать На следующей неделе мы объявим новый конкурс, будем ждать новых ваших вопросов Ну и как обычно в конце недели подведем итоги и вот еще один такой красавчик уедет кому-то домой Так что спасибо большое сегодня за ваши вопросы, за то, что смотрите нас, нам очень приятно Нам очень важно, что вы с нами Ну и конечно отцу Артемию спасибо огромное за то, что отвечал сегодня и провел с нами этот замечательный день Буду ходить под впечатлением прямого эфира целую неделю и конечно тоже, честно говоря, буду ждать приглашения на новую передачу Возвращайтесь обязательно Друзья, вам хороших выходных, мы с вами увидимся уже в понедельник Всего доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!